The Lost Signal SCP это моя игра по SCP, в которой вы можете увидеть некоторые объекты, уже озвученные на этом канале. Например, исследовать лабиринт в шкафу и поносить аномальный противогаз. Играя в эту игру, вы также поддерживаете этот канал. Ссылки в описании. SCP-1730. Вторая часть приложения 1730.8. Ссылка на объект и на первую часть приложения есть в описании. Перевод. Приложение 1730.8. Стенограмма обследования. Эвакуация. Расшифровка видеозаписи эвакуации. Дата. Исследовательская группа. Мобильно-оперативная группа ТАУ-5 Самскара. Субъект SCP-1730. Командир группы Т5-Иранту. Члены команды Т5-Мюнру, Т5-Онру, Т5-Нанку. Заметки. Ниже приведенный материал. Это стенограмма аудио-видеомиссии эвакуации. Проведенный МОК ТАУ-5 Самсара. После установления контакта МОК АП-5. Стражи игры с выжившими людьми в SCP-1730. Группа АП-3 запросила поддержку в эвакуации и спасении выживших в связи с большим числом враждебных сущностей. Каждый член МОК ТАУ-5 был оборудован набором кибернетических приспособлений в зависимости от их роли в группе. В том числе встроенные в руку зажигательные пушки, поглощающие ударную энергию усилителя ног, жароупорные пластины, встроенные скрэмбл-устройства в глаза и прочее. Точкой входа ТАУ-5 были дренажные ворота рядом со вторым входом, который использовала группа АП-3. Начало записи. Т-5 Иранту. Мы подключились. Центр, как слышно? Центр. Слышно хорошо. 60 секунд до высадки. Т-5 Нанку. Так, насколько опасной миссия предполагается? Т-5 Мюнру. Значительно. Никому из тех, кто туда вошел, пока не удалось выйти. Т-5 Нанку. Принято, будет круто. Т-5 Иранту. Группа, проверить оптику. Последняя вещь, что нам нужна, чтобы кто-то поймал меметическое заражение. Т-5 Нанку. Понял. Пауза. Я готов. Т-5 Мюнру. Тоже готов. Т-5 Онру. У меня все хорошо. Т-5 Иранту. Помните, мы спускаемся туда, чтобы вытащить выживших. Мы ничего не захватываем. Увидите, какую мерзость, не трогайте ее. Т-5 Нанку. Как обычно. Т-5 Мюнру. Да меня убеждать не нужно. Центр. Группа. 30 секунд до высадки. Центр. 10 секунд до высадки. Центр. Тао-5. Вы можете начинать спасение и эвакуацию. Иранту. Начали. Группа Т-5 входит в SCP-1730 через дренажные ворота под вторым офисным зданием. Каждый член группы включает наплечный фонарь и освещает тоннель. Через небольшой промежуток времени группа доходит до следующих ворот. Несколько дренажных труб видны за воротами. Мюнру. Смотрите, прямо за воротами. Тела. Не меньше, чем 20 обугленных гуманоидов с разными повреждениями прибило водой к дренажным воротам. Руки некоторых пролезли через решетку ворот и как бы указывают в сторону тоннеля. Нанку. Эти выглядят подгоревшими. Как думаете, откуда они взялись? Иранту. Сложно сказать. Не могу представить, что должно было случиться, чтобы они стали такими. Мюнру. Тут же мусоросжигательная печь рядом, да? Рядом с этой ямой для трупов, о которой мы слышали. Может они оттуда? Нанку. Мусоросжигательная печь. Иранту. Хорошее место, чтобы начать уже как-то. Давайте пойдем в те трубы. Группа Т5 прорезает путь через ворота и движется вдоль стены за ними к самой большой из трех дренажных труб. Группа продвигается какое-то время. Онру. Температура поднимается. Иранту. Я заметил. Должно быть мы ближе к цели. Мюнру. Мы сейчас спускаемся. Это странно. По дренажным трубам вода должна выливаться, а не заливаться. Нанку. Может... Может на нас действуют топологические аномалии? Иранту. Похоже на то. Онру. Из стены течет в этом месте. Я слышу эхо с другой стороны. Иранту. Что там такое? Онру. Подожди. Пауза. Коридор, я думаю. Иранту. Ясно. Пауза. Ладно. Мы тут разделимся. Мюнру. Ты и Нанку посмотрите, чем заканчивается тоннель. Онру и я пойдем через стену и посмотрим, что за ней. Нанку. А если нас убьют? Иранту. По возможности избегайте этого. Нанку. Понятно. Группа Т5 разделяется. Нанку и Мюнру двигаются по трубе в сторону источника тепла. В то время как Т5, Иранту и Онру пробиваются через тонкую стену в зал за ней. Иранту и Онру удается проломить бетонную стену между дренажной трубой и залом. В конце зала виден пустой офис, слабо освещенный потолочными лампами. Место выглядит заброшенным уже какое-то время. Иранту и Онру осматривают лифт и вход на лестничную клетку, но ничего не находят. Вскоре Онру находит дверь в комнату управления. Большое обзорное окно закрыто черной субстанцией. Многие устройства управления в комнате разрушены. Онру. Это комната управления мусоросжигателем. Гляди, тут написано «Мусоросжигатель номер один» вон там. А сверху надпись «Доступ к яме для трупов далее». Иранту. Никогда не слышала печи, которой нужна отдельная комната управления. А что закрывает окна? Щиты на случай взрыва? Онру. Нет. Пауза. Нет. Приближается к окну. Это трупы. Мусор. Отходы. Застывшие и обугленные. Смотри, тут можно разглядеть лица. Иранту. Я вижу это. Пауза. Наша разведка доложила, что один из инженеров заблокировал отсюда дренажные трубы. Нанку и Мюнру возможно встретятся с этим. Пауза. Интересно, а есть ли какой-то другой путь отсюда вниз? Я думал, мы сможем спуститься через мусоросжигатель. Онру. Подожди. Онру рассматривает комнату и находит относительно целую панель управления у окна. Пока он это делает, Нанку и Мюнру доходят до двери. Мюнру. Она заблокирована. Что-то превратило конец этой трубы в месиво. Мы попытались взломать ее, но она довольно толстая. Нанку. Я сломал руку об нее, смотри. Показывает руку, которая не повреждена. Я имею ввиду, она была сломана. Иранту. Тихо, Онру что-то ищет. Онру. Ясно. Онру дергает за большой рычаг и включает несколько переключателей. Раздается громкий звук, похожий на стон, и масса на окне начинает двигаться. Нанку. Интересно. Началась тряска, как будто что-то сломалось. Масса начала вращаться и медленно убывать. Слышен удаленный звук вращающейся турбины. Датчики температуры группы начали фиксировать постепенное увеличение температуры. Мюнру. Оно уходит. Смотри сюда, видишь? Масса ушла и освободила окно. Стало видно огромную цилиндрическую камеру. Не менее 300 метров в диаметре и примерно 400 метров в глубину. В середине камеры находится массивный стержень, проходящий по всей высоте камеры, присоединенный к большим турбинам. Когда турбина работает, джижа в камере приходит в движение. Ближе к верху камеры было два основных источника света. По всей камере были большие дыры. Онру. Ладно, теперь. Онру дергает другой переключатель. Это зажигает основные огни. Огромные вихри пламени появляются из потолка камеры и идут вниз, сжигая массу под ними. Из стен камеры начинают идти дополнительные потоки пламени. Иранту. Смотри, прямо в самом низу. Там водоотводный клапан, через который, кажется, можно попасть наружу. Вон там, видишь, ты сможешь его открыть? Онру. Да. Пауза. Сделал. Большая круглая дверь открывается снизу, прямо над уровнем массы. Мюнру. Отлично, но я все равно не понимаю, как мы туда попадем. Труба блокирует. Нанка протягивает руку и стреляет несколько раз из встроенного в ее костюм оружия в стеклянное окно перед ними. Стекло трескается и разлетается. Комната наполняется жаром из камеры. Мюнру. Прямолинейно. Нанку. Делаю, как могу. Команда входит в мусоросжигатель и спрыгивает на выступ рядом с дренажной трубой снизу. Они проходят через огромную камеру, избегая вращающихся лопастей и свисающей биологической жижи вокруг них. Мюнру. Что-то мерзкое тут происходило. Нанку. Мм? Мюнру. Да, по факту. Быстро осматривает Нанку. Все это должно было сливаться как-то, наверное, через те штуки сверху из этих щелей. Иранту. У нас нет времени разбираться. Мы пойдем по этой трубе и выясним, куда она ведет. Мюнру. Группа входит в дверь и спускается какое-то время по дренажной трубе, пока не находит большую цистерну. Группа входит в цистерну, которая освещена сверху большой структурой, напоминающей растение. Нанку. Интересно, как думаете, что это? Онруя? Пауза? Я не знаю. Реагируя на звук голосов, структура начинает дрожать. Тысячи светящихся вращающихся стручков выпадают из ее тела. В падении они осветили камеру ярким светом. Мюнру. Смотрите, тени. Светящаяся структура создала неясные человекоподобные тени на стенах камеры, которые вели себя аномальным образом. Эти тени подняли свои руки вверх или вперед, как бы показывая на группу. Когда стручки попадали в жижу внизу, они рассыпались и тени пропали. Иранту. Ладно, куда пойдем? Мюнру. Эта дренажная труба ведет из мусоросжигателя. Мусоросжигатель находится под электростанцией, которая к востоку от жилого сектора. Насколько я понимаю, нам нужно идти на северо-запад отсюда. Пауза. Подождите, гляньте сюда. Нанку. Куда? Мюнру. На стену. Что-то просачивается через нее. Такое раньше было. Онру. Нет. Иранту. Приближается к стене. Оно черное, блестит и определенно просачивается. Что-то толкает это сюда. Нанку. А что это значит? Что это? Это из дренажа? Мюнру. Не похоже. Может быть это протечка из реактора или... Мюнру. Мюнру приближается к стене. Нет, это кровь. Пиявки. Иранту чего? Онру, смотри. Онру указывает на точку на стене, подсвеченную фонарем на ее плече. В этом месте ручеек черной жидкости течет через трещину в стене. Нечто маленькое извивается в трещине. Группа смотрит на это и обнаруживает, что это пиявка, пролезающая через стену. В итоге она пробивается и падает на пол. Нанку. Но это пиявка. Что это значит? Мюнру. Ничего хорошего. Маленькая пиявка ползет в сторону биологической жидкости у ног группы. Затем начинает поедать ее. По ходу этого пиявка начинает расти. Онру. Их становится больше, там в стене пробиваются. Группа смотрит на стену. По всей поверхности появляются подтеки черной жидкости. Несколько пиявок выбрались из трещин в стене. Иранту. Онру, что ты видишь? Онру, пауза. Тут что-то под нами, оно огромное, покрытое чужой кровью, движется к нам. Они все как пальцы, соединены с хозяином. Пауза. Принеси мне пиявку. Мюнру, что? Нанку. Ты шутишь? Онру. Нет, принеси одного. Они телепатические. Они так общаются, мне нужна пиявка. Иранту проходит через комнату, прежде чем взять пиявку с пола. Когда он потянул ее из жидкости, она начала сопротивляться и задергалась, вгрызаясь в его руку. Иранту. Своеобразно. Делает паузу, разглядывая пиявку. Вот. Онру. Хорошо, один момент. Онру протягивает свою левую руку к пиявке. Из руки выходят несколько длинных, тонких металлических палок с острыми концами. Она управляет процессом внедрения палок в тело пиявки рядом с основанием пиявочного мозга. Онру. Вот так. Давай посмотрим. Пауза. Они слышали, как запустился мусоросжигатель. Они голодны. Они идут сюда, чтобы поесть. Их много. Главный далеко внизу. Но не могу заглянуть так далеко. Пауза. Если я изучу нейронную активность сети этих существ, я смогу составить карту их скоплений. Поглядим, что у меня получится. Пауза. Вот оно. Теперь вы можете видеть это у себя на экранах. Иранту. Умно. Нанку. Так что мы должны увидеть? Это больше похоже на помехи, чем на карту. Онру. Постоянные пространственные искажения. Я имею ввиду, не считая изменений в пространстве, это всё по-прежнему находится в нашей локальной реальности. Просто некоторая нестабильность. Мюнру. А мы знаем, где находится эта штука? Молотилка. Онру. Возможно, где-то в той секции. Вот здесь. Если следовать логике плана сооружения, который мы видим на карте, тут дальше должно быть целое крыло здания. Но мы не видим пиявок впереди. Пауза. Я вижу трубопровод, идущий в ту область. Там находится молотилка. Тишина. Иранту. А как насчёт эвакуации? Онру. Вот это местность. Тут. Несколько коридоров ведут в исследовательский комплекс. Но большая часть из них заблокирована. Время от времени сеть пиявок гаснет в некоторых коридорах. Пауза. Там находятся выжившие. Иранту. Как нам попасть туда самым быстрым путём? Онру. Один момент. Пауза. У нас три пути на выбор. Каждый со своей угрозой. Первый путь. Мы сможем продолжить спускаться по трубам, пока не достигнем комплекса утилизации мусора. Это самый длинный путь. Но из этого комплекса мы прямо выйдем к выжившим. Второй путь. В цистерну под нами. Который идёт в большое помещение вот тут. Пауза. Пиявки вот тут. Я слышу их прямо сейчас. Даже странно, почему они не вернулись к нам. Иранту. А третий? Онру. Третий путь приведёт нас вот сюда. И он страннее. Я слышу, как пиявки копошатся там. Они шумят, не скоординированы и действуют бессмысленно и не особо ловко. А уже вот тут они очень тихие. Они заходят и выходят за чем-то. Но делают это очень тихо. Нанку. Показывает себе под ноги. Посмотри на эту пиявку. Она уже размером с кошку. Мюнру. Тут есть какие-то другие сущности. Онру. Не могу сказать. Пиявки движутся одним путём сюда, другим путём обратно. Они не отклоняются от него. И пауза. Они не смотрят вокруг. Иранту. А какой путь самый быстрый? Онру. Последний, самый быстрый. Мы движемся по этому тоннелю до служебных помещений. Затем идём по лестнице вниз. Когда будем там, попадём в коридор, идущий налево, через который мы пройдём всё это место. Наверное. И в конце мы дойдём до прохода, который ведёт в крыло исследований. Иранту. Ладно. Пауза. Этот вариант мы и выберем. Нанку. Нехорошо. Я думал, можно будет пострелять пиявок. Иранту. У тебя будет много возможностей делать это на обратном пути. Нам нужно быстро вывести людей отсюда. Онру. Тебе не кажется, что пиявки пытаются пробиться в крыло, где находятся выжившие? Онру. Да, там очень много крови. Хотя, не вся она ещё тёплая. Они придут туда скоро. Группа покидает цистерну и движется вдоль дренажной трубы. Вскоре группа достигает двери, освещенной одной мигающей лампочкой. Мюнру. Тут что-то на двери написано. Кровь. Нанку. Тут на стене тоже смотри, что тут написано. Иранту. Подожди. Онру. Смотри. Онру усиливает свет своего наплечного фонаря, осветив всё пространство тоннеля. Слово «кровь» повторяется снова и снова, выцарапанное по всей поверхности липкой чёрной субстанцией. Онру поворачивается налево, освещаясь на лево. Несколько высушенных трупов в конце тоннеля. Все они покрыты и пробиты на той же субстанции. Нанку. Неприятно. Иранту. Давай, не тратим время. Команда входит в служебное помещение, обнаружив лестницу. Лестница наверх цела, но лестница вниз уничтожена. Стены лестничной клетки покрыты трещинами, из которых течёт чёрная жидкость. Мюнру зажигает химический факел и бросает его вниз. Группа наблюдает за падением. Через какое-то время факел падает с небольшими брызгами, обнаружив пол. Нанку. Насколько этот комплекс большой? Онру. Пауза. Зона 19 имела не меньше 50 подземных этажей и не меньше 80 отдельных корпусов. Согласно тому, что мы знаем о зоне 13, она должна быть раза в два больше этого, если не больше. Тут только камера содержания объектов класса Евклид больше зоны 81. Мюнру. Что значит, что внизу ещё много ужасных вещей, которые никто ещё не видел. Иранту. Это почти точно. Иранту прыгает с пролёта и приземляется рядом с факелом. Его импланты поглощают энергию падения. Остальные в группе делают так же. Внизу лестничной клетки есть дверь на этаж. Группа входит в неё. Иранту. Теперь куда? Онру. Примерно 200 метров по этому коридору направо. Тут несколько охраняемых дверей. Но они, скорее всего, отключены. А потом там, я думаю, центр хранения данных. Там есть большие вентиляционные шахты, идущие прямо к поверхности. Мюнру. А где место, где пиявки ведут себя странно? Онру прямо там. Мюнру замечательно. Группа движется по залу. Нанку впереди. Его прикрывает Онру и Мюнру. Иранту идёт позади всех. По ходу движения они смотрят, что за каждой не запертой дверью. Большая часть дверей ведёт в лабиринты помещений обслуживания. Среди них выделяется дверь, ведущая в телекоммуникационную комнату, которую группа АП-3 уже посетила. На дальней стене виднеется лопнувший монитор. Нанку. Глянь туда. Это дверь к серверной. Мюнру. А что там за дверь? Иранту. Тут написано лестница в криогенную. Пауза. Если бы я предположил, я бы сказал, что она ведёт на верхней уровне прямо над этой комнатой. Всё это служит для изоляции серверной. Мюнру. Мы можем там пройти? Иранту. Какой путь короче? Онру. Онру. Единственный путь, который я вижу через серверную. В ней нет пиявок. Пауза. Это странно всё. В эту комнату очень много входов. Пауза. Очень странно. Иранту. Идём через серверную, тогда пойдём. Группа входит через дверь серверной комнаты. Они проходят через несколько дверей безопасности, все из которых открыты. По ходу дела, внешняя температура сильно понижается, и в итоге опускается до примерно минус 20 градусов. Иранту знаком приказывает команде активировать спираль обогрева, который защищает внутренние органы от повреждения холодом. По ходу продвижения группы в серверную комнату оптические импланты Scramble T5 Nanku начинают активироваться, сигнализируя о том, что фильтруются меметические угрозы. Несмотря на это, T5 Nanku отключила визуальное отображение предупреждений, вместо того, чтобы переключиться на аудио предупреждение. Аудио предупреждения не срабатывали вообще. Пока группа входила в серверную комнату, T5 Onru осознаёт, что звуков не слышно вообще, безотносительно источника. Думая, что это может быть проблема импланта, Onru удаляет звуковой имплант и перезагружает его. После того, как она убедилась, что он работает правильно, она пытается связаться с Иранту. Иранту показывает жестами группе прекратить попытки найти источник аномалии. После этого каждый член группы получает предупреждение на их фильтрах Scramble, что они активированы. Мюнру показывает жестом двигаться к двери, откуда они вошли. Но Иранту показывает в сторону другого конца серверной, в сторону исследовательского крыла. В ходе тихого общения Nanku впервые замечает объект, движущийся в большой комнате. Жестом она указывает группе не двигаться, каждый член группы слышит тихий плачащий звук, который медленно нарастает. Когда группа остановилась, Мюнру замечает надписи на серверных стойках, написанные черной жидкостью. «Тишина. Не смотри». Он движется вдоль стойк, группа следует за ним. Иранту жестом указывает двигаться группе вдоль стены. Группа начинает медленное продвижение между серверных стойк к другому выходу. Внезапно Онру замечает промелькнувшую огромную сущность и останавливает группу. Когда она начинает осматриваться, сущность снова становится видимой. Сущность представляет собой массивную фигуру со множеством конечностей. Основная часть сущности парит в воздухе со скрещенными ногами. У сущности всего 6 ног, 19 плечей, 36 предплечий, 72 кисти. Каждая конечность двигается независимо, показывая жесты и формируя фигуры в быстрых и хаотичных движениях. У сущности нет головы. Вместо нее большое плоское образование, которое покрыто большим числом символов и знаков, которые светятся белым светом на фоне темно-серой кожи. На каждой руке сущности золотая лента, присоединенная к цепи, которая спадает на землю, пока какой-то из жестов сущности не поднимает ее. Ленты покрыты символами, позднее опознанными как мощные антикинезио-угрозы. Примечание. Из файлов по исследованиям в зоне 13-86243-AR-001-милли-драмгиан исследование активированного 86243-AR-001 является прорывом в области кинезиологии и кинезиологических разработок. Кинезио-символы или кинезио-угрозы – это ментальные и физические угрозы, которые проявляются, когда сущность делает особые жесты, и движения, которые взаимодействуют со многими измерениями одновременно, часто с разрушительными последствиями. Антикинезио-угрозы, созданные, чтобы отрицать кинезио-угрозы, обычно инвертируют действия кинезио-символов, но вместо того, чтобы просто отрицать действия других символов, они приобретают собственные символы и глифы. В то же время подобные сущностями типа 8422433-AR-001 оказываются невозможным. Смотрите приложение 1730.9, чтобы узнать больше. Символы идут к цепи, и там, где цепь повреждена, антикинезио-угрозы неактивны. В глаза бросается сильно истощенная, обугленная человеческая фигура, привязанная к плоской структуре, что у сущности вместо головы. Фигура извивается, пытаясь высвободиться, и похоже кричит. Слышны звуки, похожие на плач, заглушаемые кинезио-угрозами. Примечание. Из файла исследований кинезио-угроз зоны 13. Используя 7 из своих рук, 86243-AR-001 может создавать мощный кинезио-символ Алилии, святого хартака из Аз, который заглушает все звуки, кроме самых громких. Когда сущность исполняет жесты, символы на месте его головы начинают быстро мерцать, вызывая вспышки пламени там, где человек соприкасается с ними, что увеличивает громкость слышимого плача. Т5 Онру замечает, что некоторые действия сущности создают сильные неисправности в работе ее оборудования. Они сжигают микросхемы Визера Скрембл, которые фильтруют галлюцинации. Она отворачивается и извлекает микросхемы, чтобы они не повредили другое оборудование, и показывает знаками членам группы Тау-5 не смотреть на сущность. Группа подчиняется и продолжает двигаться вперед. Внезапно завывание становится существенно громче. Они начинают звучать все ближе к группе. Мюннеру бросает противопехотную мину, затем еще одну, чуть ближе к первой. Когда группа начинает бежать от сущности, из серверов начинают бить разряды голубого электричества. Они похожи на арки, и в местах, куда они бьют, все обращается в пыль. Нанку едва не падает на землю. Это прошла глухая ударная волна от взрыва первой мины. Группа скрывается за углом и оказывается перед вторым входом в нее. За ними находится дыра на потолке. Через нее видно лабораторию и криптоники, и сложно устроенную камеру содержания, которая сильно разрушена. Группа быстро проходит через дверь, так как вокруг начинают появляться белые символы, на земле за ними и в воздухе вокруг них. Группе удается увернуться от волны из символов, но один из них попадает на левую руку, тыпять Нанку и при этом загорается. Иранту, который видел это, находясь за Нанку, выстрелил ей в плечо, удаляя руку. Рука падает на землю и взрывается, превратившись в пепел. Мюнру достигает дверей первым и выбивает ее. Онру проходит сразу за ним. Нанку спотыкается и падает через дверь на другой стороне. Иранту заходит последний. Перед тем, как закрыть дверь, Иранту поворачивается, чтобы взглянуть на сущность. Отсюда был еле виден свет от символов, горящие глифы и слышен нечеловеческий плач. Пока дверь закрывается, Иранту привлезил гуманоидную фигуру, привязанную к голове сущности, достаточно, чтобы увидеть надпись Эмерсон, напечатанную на плоти фигуры, которая выглядела, как расплавленный кусок ткани. Иранту закрыл дверь и сразу вытащил свои оптические импланты. Группа быстро двигается по коридору от двери, и постепенно звуки шагов от них становятся слышны. Группа оказывается в большом пространстве на пересечении коридоров и останавливается для передышки. Мюнру. Я... Пауза. Даже не знаю, как понял, что делать. Пауза. Что это было? Иранту. Я не знаю, я никогда не видел ничего подобного. Онру. Там был человек, привязанный к голове. Вы это видели? Нанку. Да, кажется, он кричал. Прерывается и смотрит на обрубок руки. Наверное, буду скучать по руке. Иранту. У тебя все будет хорошо, просто будь осторожна. Нанку с насмешкой. Как будто она мне была нужна. У меня есть другая. Кроме того... Нанку покачивает наплечным огнеметом и отсоединяет его так, что не повисает на уровне потерянной руки. Для чего мне была бы полезна эта рука? Иранту. Принял к сведению. Пауза. Все живы? Мюнру. Отделался испугом. Нанку. Я в порядке. Онру. Я тоже в норме. Мы на месте. Смотрите. Группа поворачивается, чтобы увидеть коридор, уходящий на восток. Он забаррикадирован и наполнен большим числом взрывчатки и зажигательного оборудования. Иранту. Хорошо. Он приближается к баррикаде. Привет, это Тау-5. Иранту. Тут кто-то есть? Мы тут для того, чтобы спасти вас. Тишина. Мюнру. Может, мы слишком поздно? Иранту. Мы опоздали. Эй, тут кто-то есть. Вы меня... Слышен скрипящий звук. Большой деревянный ящик слегка отодвигается. Между стеной и ящиком можно увидеть затененное лицо. Мюнру смеется. Иранту. Капитан. Новое соединение в локальной сети в связи. Зета-9. Кратокрыс и капитан Холлис. Зет-9 Холлис. О, круто. Хреново могучие рейнджеры. Они говорили нам о вас. Молчит, пока осматривает группу. Вы так выглядите, как будто вас поезд переехал. Мюнру. Ну, что-то вроде того. Холлис кивает. Ладно, заходите. У нас мало времени осталось. Команда проходит через открывшуюся дыру в баррикаде. Когда Мюнру и Нанку проходят, Онру останавливается. Иранту замечает это и оборачивается. Онру. Иранту, смотри, пиявки. На стене начали появляться черные трещины. Из них начали выпадать извивающиеся черные пиявки вместе с липкой темной субстанцией. Иранту. Пауза. Ох. Субтитры создавал DimaTorzok